У меня воспаление булгиневой заслонки, сфинктерит, начали болеть суставы, артроза, артрит всех суставов. Может ли воспаление в кишечнике переходить на суставы? Мне 30 лет. Переходить оно не может. Это не плесень на продукте питания, когда вот она с одной стороны батона появилась, а потом перешла на другую сторону батона. Нет. В организме прямого такого взаимодействия нет между суставами и кишечником. Но есть доказанное взаимодействие через промежуточное звено. Этим промежуточным звеном является иммунная система. То есть воспаление в кишечнике зачастую нарушает микрофлору. Микрофлора должна тренировать иммунную систему, ведь кишечник вырабатывает около 4 граммов иммуноглобулинов в сутки. Таким образом тренируются иммунные клетки. Бактерии здесь на них бомбят постоянно, а эти тренируются сдерживать эту защиту и вырабатывают иммунные вещества. Если же там произошло воспаление и перекос, то баланс между ними нарушился. То ли микробов стало больше, то ли иммунные клетки немножко просели. И выделяемые иммунными клетками вещества становятся иными. И вот другие вещества, в том числе факторы некроза опухоли, интерлекины 1, 16, 12. Они уже попадают в кровь и кровью доносятся до суставов. И суставы начинают воспаляться. Вот такое точно бывает. А иногда бывает, что есть одна болезнь, которая поражает и суставы, и кишечник. Например, при язвенном колите мы знаем, что бывает язвенный колит, который поражает и кишечник, и желчеводящие пути, и суставы. Бывает, наверное, болезнь крона, которая поражает и кишечник, и желудок, и какие-то другие еще органы. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле. Переходите по ссылке в описании.